Юрий Гагарин. До и после полета. Белка и стрелка летят к звездам и даже котик, который ловит рыбу в кратере. Космическая заря взошла над Звенигородом уже в десятый раз. А все благодаря совместным усилиям астрономов и художников. Нужно для города хотя бы один раз за 50 лет провести такой конкурс. Вы знаете, отозвались все школы. У нас было три школы и наш дом детского творчества. Мы собрали 274 рисунка. С первой выставки прошло 10 лет. Конкурс «Космическая заря» уже давно вышел за границы города и стал окружным. В нем приняли участие 56 образовательных учреждений. Выставку украсили 178 работ. Жюри предстоит выбрать лучших. Критерии оценки строгие. Композиция, живописность. И самостоятельное выполнение работы. Это основное требование. И соответствие теме, посвященной космонавтике. На научной точности работ астрономы не настаивают. А в будущем ученые допускают и котиков в космическом пространстве. Полина Балаба уже четвертый год учится рисовать в изо-студии Дома детского творчества Звенигорода. Идея космического рисунка пришла случайно. У меня работа называется «Кот в космосе». Полина, а почему кот? Про белку, стрелку мы знаем, а не собаками были. А почему у тебя котик в космосе? Просто потому, что я люблю котов. Александра Тарасова чуть постарше. Потому и выставочная работа у нее серьезнее. Нарисовать рождение звезды вдохновила ночная прогулка. Я очень сильно любила ночью посидеть на скамейке, посмотреть на звезды. И у меня пришла мысль нарисовать свою работу. Я ее нарисовала и очень хорошо изобразила. В очень ярких красках. И я не ожидала, что она попадет на какую-то выставку и выиграет. На торжественном открытии выставки заместитель главы окружной администрации. Олег Дмитриев признался автором работ. Пришел на выставку, а попал, пусть и ненадолго, в детство. Вспомнил, как вместе с одноклассниками ездил на место приземления Юрия Гагарина. Все впечатления, честно признаюсь, детские и юношеские, где-то меня охватили, когда я смотрел, допустим, рисунок на первом этаже, по-моему, 9 лет ребенку, изображен Гагарин. Полюбоваться космическими работами посетители Дома детского творчества могут до 20 апреля. Выставка будет работать с 9 до 18 часов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».